друзья я приветствую вас интересная получается ситуация во всем мире двухстволки ценятся как самые лучшие ружья в мире во всем мире владельцы двухствольного оружия хвастают перед друг перед другом своими новыми покупками до нового ружья старого ружья там и так далее во всем мире фирма зауэр допустим звучит как классика оружейная и каждый хороший богатый скажем так охотник желает получить для себя одно ружье хотя бы как минимум в коллекцию не то понятно что и для охоты тоже а у нас каждый чудак кричит о крутой турецкой пяти зарядки из которой он в принципе все равно стрелять не может он не попадает и так далее то есть хотя и у него и нету даже может быть этой пяти зарядки даже и он все равно рассуждает об этом да ему даже если там ружье за полтора миллиона да и все равно он попадать в дичь не будет и и он будет рассуждать о том какие там сужение какое что-то нужно поставить на них что такое происходит вообще и сужение у немецких ружей казалось бы точно такие как у наших советских у российских до обычно там чок получок обычно и стволы то у них которые продаются вот старые немецкие там итальянские ружья в основном немецкие те же зауэр они имеют очень часто уже раковины в стволах там и так далее какие-то вещи уже явный износ в отличие от очень часто в отличие от советских которые часто оружие в полном порядке то есть даже металл то можно сказать не такой хороший часто был встречается как у наших ружей и как казалось бы все в принципе мало чем отличается и оценятся они хорошо особенно в европе у наших так дураков так себе что же происходит а почему собственно говоря это делается и ведь отношение к нашему оружию очень хорошие и качество нашего оружия очень хорошие это вообще в принципе высокая оценка для нашего с особенно советского оружейного производства это у нас в россии сейчас как бы бум на пятизарядки и двуствольные ружья как бы стоят очень небольших денег а вот в европе эти ружья бы расходились как горячие пирожки и я хочу сказать что не за те копейки за которые у нас можно купить ружье а за настоящие деньги за хорошую цену соответствующую качеству этому оружие и на это обстоятельству то что в европе до сих пор ценится двухствольное оружие есть настоящие весомые причины которые мы обязательно рассмотрим в этом как раз обзоре а обзор у нас вот на такое замечательное во всех отношениях ружье которое нажила называется из 12 вот это ружье из 12 производства ижевского механического завода а выпущено но под руководством такого замечательного инженера как который анатолий андреевич климов это интересная очень личность на самом деле вообще он работал на оружейном заводе еще с времен великой отечественной войны тогда он работал значит при производстве там противотанковых ружей так далее другого оборудования ну и после этого он еще занимался кроме того после войны он значит производством пневматических ружей различного рода это были и спортивные ружья и в том числе при с его разработки была выпущена такая замечательная пневматическая переломка как иш-38 это та самая воздушка которую как мы ее называли да которая была по всей стороне во всех тирах даже в школьных каких-то тирах и так далее везде везде эти были воздушки иш-38 это как раз разработал разработал климов ну и конечно же после того как он был стал в руководстве да уже были выпущены это иш-54 и белка и спутник там и так далее и вот иш-12 и потом уже иш-27 который сейчас выпускается под маркой mp27 то есть весь набор великолепный вот этих ружей советских был разработан руководителем так сказать проектной службы этак анатолий андреевич климов производилась это ружье с 1962 по 1974 год вроде бы не так много по времени но в то же самое время этих ружей было выпущено более 300 тысяч и почти половина из всего выпуска ушли на экспорт в другие страны это очень высокий показатель очень большой экспорт и это очень солидно то есть ружье очень очень высоко было оценено по всему миру вообще оно пришло на замену ружью спутник почему потому что у ружья спутник была проблема там в том что стволы были соединены муфтой вроде бы ничего такого страшного но дело в том что она слишком крестила то есть верхний ствол часто бил слишком низко а нижний стол сбил слишком высоко чем вот привычно обычно охотником поэтому ружье необходимо было произвести замену и вот как раз на замену этому ружью был выпущен из 12 конечно он уже был спаян здесь стволы были спаяны и интересно что вот этот вот сплав которым сплавляли вот это вот ружье он вот этот сплав был имеет часть в своем серебро почему то есть вот это серии сплав серебра спайка для чего это делается дело в том что еще со старых старых времен литейщики знали свойства серебра сплавы серебра использовали в том числе и при при производстве колоколов большинство колоколов древних которые были вот вы у нас на монастырях и везде на церквах да там обязательно имеется часть серебра почему потому что при нагреве тогда когда вот металл заливали обычно как делали в земле рыли там вот этот огромную там кастрюлю дней в ней делали форму и так далее и и после этого когда зал заливали расплавленный металл туда очень важно было чтобы после того как металл расправлен расплавлены туда попал он начинает остывать и так далее там его вся чески разно да она застывает то есть принимает форму определенную очень важно чтобы этот металл не лопнул соответственно чтобы колокол остался целым вот поэтому поэтому туда добавляли серебро вот вот здесь тоже самое да то есть влияние на для чего сделано для того чтобы не было влияния мощного нагрева когда ствол работает долгое время и так далее то есть именно исходя из рабочих соображений исходя из соображений летельщиков и в принципе и заходя из соображений жесткой длительной работы этих стволов именно добавлено серебро что я могу сказать об этом оружии вот непосредственно это ружье оно использовалось вообще совершенно экстремально да то есть постоянные охоты грязь холод зима там и так далее поэтому ружье конечно вот именно мое оно очень очень победавшие виды в том числе и стендовые стрельбу и соревнования и так далее но в стволах почти нету никаких почти нету никаких проблем да ну немножко какие-то вот вещи появились кроме того приклад менялся приклад дорабатывался поэтому он для меня это конечно дорабатывался для отца я только поставил вот резиновый затыльник но для меня он тоже подходит очень удобно это у для меня очень очень комфортное ружье ну и немножко вот значит химический вот этот вот слой он уже немножко со ствола слез да вот видно что уже стволы такие светлые но в принципе как бы мне лично это не мешает я за стволами ухаживаю я всегда как бы после если я беру на охоту я всегда чищу ружье смазываю маслом и она в принципе как говорится на ходовые качества мне не влияет так вот в принципе на на оружейные на стрельбичные качества это вот эта вот вещь картинка внешний облик до стволов никаким образом не сказывается надо сказать что ружье это действительно очень прикладистая вот по отношению даже к любому практически полуавтомату это ружье для меня просто как бы она очень легко встает в положение очень легко принимает форму но в принципе практически так же как иш-58 то есть двухстволки отличаются именно своим прикладостостью именно своим удобством в использовании полуавтоматы даже итальянские даже любой фирмы полуавтоматы отстают от этих ружей просто ну я думаю что скорее всего и не будет такого полуавтомата который смог бы как бы быть приятнее в использовании чем двухствольное ружье вообще а тем более что это ружье как я говорил дорабатывалась уже конкретно под моего отца поэтому здесь с прикладом тоже поработали очень прилично но на всем на этом вот у прелести этого ружья не заканчиваются его бонусы я самые главные бонусы я о них еще и не говорил в принципе совсем дело в том что ну любителям сейчас съемных вот этих итальянских чоков я прошу значит присесть потому что дабы не упасть так сказать от дальнейшей информации дело в том что это ружье имеет коническое дульное сужение но это не просто коническое дульное сужение это непрерывное дульное сужение вдоль всего ствола то есть это не просто коническое сужение где-то в конце да это коническое сужение которое распределено по всей по всей длине фактически в этом ружье сам ствол является ну можно сказать всем дульным сужением то есть у него нету конкретное вот допустим как у многих до 18 4 до конца идет и только там последние 10 сантиметров допустим чок нет здесь по всей длине ствола называется это непрерывное дульное сужение нужно ли добавлять что-то по этому поводу еще вот я думаю что нужно дело в том что давайте я вот так более подробно немножко заострю на этом внимание конусность ствола может начинаться как не непосредственно с пулевого входа до с патронного входа вот который вот эту сторону ствола называют так и с какого-то удаления то есть как обычно на современных ружьях делают а вообще сейчас вот эти ружья особенно пятизарядки они вообще то есть цилиндр там полностью и все и только вкручиваете чок там в конце сама вот эта пипка является дульным сужением здесь же конусность начинается с как раз с пулевого входа которую его так называют подобные непрерывные конические сужения применяются конечно для увеличения начальной скорости пули или дроби каким образом это работает вообще при возгорании пороха создается определенное давление в начале да в самом еще не весь порох прогорел и так далее но уже создается давление и дробь начинает там значит дробь начинает двигаться по стволу чем дальше дробь отодвигается по стволе здесь появляется больше объем пространства до давление должно по идее в этот в этой ситуации давление должно снижаться поскольку да еще газы расширяются но объем стволе становится больше который за дробью скажем так который толкает дробь так вот чтобы это давление оставалось постоянным для этого делается коническое сужение которое то есть здесь то ствол уже да и поэтому давление остается прежним а может даже и возрастать это давление то есть до конца самого ствола скорость вот скорости дроби остается либо такой же как в начале взрыва да то есть при разгоне то есть постоянно либо даже еще увеличивается еще мощнее для того вот именно для этого и сделаны вот эти конические непрерывные дульные сужения конечно подобные дульные сужения в первую очередь применяли не в охотничьих ружьях а в первую очередь в военных целях первыми стали производить их немцы в противотанковых орудиях но потом и наши стали тоже делать но немцам не хватило сплава для того чтобы производить подобные дульные сужения непрерывные почему потому что им требовался для более крепкого ствола ствола вольфрам который они добывали где-то там на периферии и англичане в свое время разбомбили вот и места добычи вот этого вольфрама и немцы отказались от этого сужения но зато в свое время потом перехватили наши и дошло до того что вот в принципе вот этот вот предмет да он уже символизирует непрерывное дульное сужение которое производит производилась советском союзе уже с начала практически 60-х годов конечно вы понимаете что подобная форма ствола она не дает шансов как бы всем этим новомодным импортным и отечественным стрелялкам да это качество выстрела осыпи так далее выстрела сами понимаете на него в принципе как бы практически лучше ничего не придумаешь но может быть с ним может еще как бы посоревноваться параболические сужения которые имелись на иш-58 на иш-54 зауэр и так далее именно вот эти плюсы вот двухствольных ружей особенно выпущенных которые в двадцатом веке немецкими фирмами российскими точнее советскими фирмами да ну в принципе все равно россия именно благодаря этому эти ружья ценятся особенно высоко и в европе и в соединенных штатах и везде ну а для любителей ширпотреба конечно остается основа это пятизарядки так далее конечно пятизарядки хорошо использовать при охоте на гуся при каких-то определенных до условиях а вот для охоты зимой для охоты с небольшим количеством дичи и так далее вот эти ружья конечно остаются великолепными ружьями вообще эти ружья выпускались изначально сразу как ружья для охоты на пернатую дичь то есть первоначально сразу ружья выпускалась 12 калибра именно за точно было для этого если из 58 и 64 имели параболическое сужение которое рассчитано на очень дальнюю стрельбу мелкой дробью то это ружье как раз рассчитана на те развески которые обычно мы используем пятерка дробь семерка дробь тройка то есть и двойкой и в принципе картечь то есть это ружье она в принципе практически является универсальным этим ружьем можно стрелять любой дробью она везде будет показывать средний очень хороший результат здесь не нужно выбирать каким именно там картечь стреляет лучше да есть ружья где там с таким-то сужением картечью стрелять с таким-то еще что нет вот это ружье с его непрерывными коническими сужениями она работает везде нормально в отношении непосредственной эксплуатации вот этого ружья я могу сказать следующее значит ружье имеет автоматический предохранитель ну кому-то это удобно кому-то нет конечно если постоянно пользуешься этим ружьем то к этому привыкаешь и не забываешь снимать с предохранителя во время охот но я допустим часто пользуюсь автоматами часто не ставлю на предохранитель я как-то стараюсь очень аккуратно пользоваться ружьем даже если она на предохранитель или нет нет разницы поэтому мне иногда это мешает но только тогда если ты ну давно не пользовался этим ружьем если привыкаешь к этому то уже проблем таких нет кроме того в принципе у этого ружья есть недостаток который практически есть у всех ружей с вертикальным расположением стволами это то что при при том когда при после выстрела да вот если ружье до конца вот немножко не открылось вот здесь бывает неудобно вытаскивать вот патрон который в нижнем стволе расположен это бывает но есть ружья конечно которых открывается более широко но как правило это очень дорогие спортивные ружья у них механизм немножко другой и с теми ружьями ребята я скажу так никто не охотиться да то есть поэтому это не то что недостаток и на этого ружья это просто проблема двухстрольного ружья поскольку вот стволы расположены вот так вот у горизонталки этого нету горизонталки все они как-то повыше и там уже этот вопрос решается без проблем то что касается еще вот моей эксплуатации да это я уже говорил здесь доработанный приклад скорее всего может быть заново снова выточен этот приклад поэтому мне он очень удобен скажем так вот по сравнению с много зарядными ружьями да когда я начинал еще только охотиться вот с этим оружием я охотился без проблем потом когда я взял уже многозарядку я понял что мне нужно уже с тем ружьем тренироваться с тем ружьем я стрелял гораздо хуже это ружье у меня было добычным всегда вот не знаю почему так вот говорят прикладистая там не прикладистая да все многозарядные ружья все пяти разрядки пятизарядки они не прикладистые по сравнению с двух стволкой вертикальной или горизонтальной это точно скажу поэтому в плане вот добычливости вот исходя из процента до в отношении к патронам допустим это ружье далеко далеко впереди всех пятизарядных но в связи с тем что вот стволы конические да вот не он не по непрерывный конус вот сужение ружье бьет очень мощно очень резкая мощная отдача у него бывает поскольку давление стволах остается мощным постоянным даже может увеличиваться с процессом горения пороха поэтому отдача очень резкая мощная поэтому вот резиновый затыльник я все-таки поставил для того чтобы ружье поберечь и кроме этого это еще от отца осталось вот спусковой крючок и вот это вот место тоже замотанной изоленты черная изолента знам помните такая тканевая для того чтобы все таки не отбивала потому что палец бывает отбивает очень прилично и вот просто как вот отец свое время замотал это было еще наверное не знаю в семидесятых годах вот так с того времени вот это все на месте стоит я как бы и не убираю ударно-спусковой же механизм вот этого ружья практически не требует какого-либо ухода он конкретно там закрыт да то есть любителям разбирать копошиться там что-то в механизме до вместо того чтобы охотиться я советую туда вообще лишний раз не лезть поскольку ударно-спусковой механизм защищен и находится в отличном состоянии вот 60-х годов по моему 63 года выпуска вот это ружье до ударный спусковой механизм ни разу по нормальному там вот за последние я не знаю 20-30 лет не разбирался потому что в этом нет необходимости он находится и так в отличном состоянии ну исключая те какие-то небольшие вещи которые по ружью этому делались почему потому что ружье все-таки использовалась эксплуатировалась очень много поэтому она конечно как любой вещь механизм и так далее все-таки имеет свой износ но в связи с тем что все-таки износ имеется да я стараюсь это ружье теперь беречь это для меня как я говорил семейная реликвия и это ружье конечно всегда останется со мной ну а по поводу качества как у нас говорят да что на ижевском механическом заводе не ведут контроль за качеством изготовления я хочу сказать что под каждым ружьем из завода подписывается начальник отдела подписывается начальник службы контроля поэтому давайте не будем рассказывать там что их не проверяли или не проверяли ружье находится в абсолютном прекрасном состоянии даже сейчас вот так в принципе вот это ружье находится уже 55 лет в моей семье до полной такой мощной боевой эксплуатации в общем-то хорошее оружие красивое ружье с хорошей гравировкой вот тут есть видно не видно хорошая гравировка у ружья да в принципе ну выполнено она как все довольно такие элитные ружья которые в европе поскольку последнее время те ружья которые продают у нас импортные особенно никакой гравировки ничего не имеют это все-таки ружье красивое вот наверное все об этом ружье что я хотел рассказать подписывайтесь на мой канал все-таки я вас прошу да это меня немножко стимулирует просто съемки следующему видео почему потому что ну хотя бы хоть хотелось бы конечно иметь положительный отзыв ну а кроме того у меня есть своя страничка на в инстаграм и сообщества вконтакте на которые я тоже прошу вас подписаться приходите в гости постараюсь их почаще обновлять ну и в конце концов будет возможность какого-то общения либо в инстаграме либо в вк все всего доброго до свидания и Субтитры создавал DimaTorzok